Либо не берут, либо берут, но мало. А иной раз и вовсе ни ответа, ни привета. Такие претензии высказали тверские предприниматели представителям одного из самых крупных ритейлеров на встрече, которую организовали областные торгово-промышленная палата и Министерство промышленности и торговли. Целью диалога и ставилось разрешение этих, а также других проблем, возникающих в совместной работе. Лена Горебян приехала на встречу вместе с директором своего предприятия, которое в Кимрах производит хлебобулочные изделия. Работая над расширением географии и сбыта, пекари задумали предложить собственную продукцию супермаркету федерального ритейлера со штаб-квартиры в Краснодаре. К большому удивлению они столкнулись с полным игнорированием своих запросов. Я на данный момент два месяца, больше двух месяцев веду с ними переговоры. Очень трудно вот это все развивать, постоянно тянут и в основном не отвечают на звонки. Такие же претензии в ходе встречи высказали и другие производители продуктов питания. У одних товар отказываются брать, другим предлагают привозить слишком маленькими партиями, нередко выставляют неудобные сроки поставки. Еще одной большой проблемой с точки зрения поставщиков является цена. Для того, чтобы к вам зашел поставщик, он должен снизить цены и качество здесь часто очень падает. Ритейлеры такой подход объясняют сильной конкуренцией. Если один поднимет цены, покупатель уйдет в другой магазин. Что касается небольших партий, которые они иной раз закупают у местных производителей, то тут, по словам сетевиков, все дело исключительно в заботе о свежести. Для молочки особенно и для вообще холодной горки у нас нет в подсобках холодильников для хранения товарного запаса. Нет ни для заморозки, ни для охлажденки. То есть все, что приходит в магазин, сразу выставляется в зал. Далеко не всех поставщиков такие объяснения устраивают. Поэтому необходимо искать точки соприкосновения, убежденные в Тверской торгово-промышленной палате, которая выступила одним из организаторов разговора. Естественно, у каждого из двух договаривающихся сторон есть свои интересы. Но эти интересы вполне можно сочетать, потому что и одни, и другие без друга жить, в общем-то, не могут. Вопрос в том, как найти этот компромисс. Все высказанные претензии ритейлеры обещали учесть и по возможности что-то изменить. Например, в той же программе автозаказа товаров. Про нее сетевики, отбиваясь от упреков контрагентов, тоже постоянно твердили, дескать, все сроки и объемы заказов формируются ропотом. Однако потом признались, что при необходимости в нее тоже можно удести правки. Естественно, человеческими руками. Спасибо. 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 Спасибо.